Всем доброго времени суток. Посмотрела я трансляцию Севки и с самого начала задавали вопросы, почему не приехал Леша на день рождения к бабе Тане. Севка говорит, никакого секрета здесь нет, в одну машину все не поместились и было принято решение не брать Лешу. Так получается. Или Леша сам сказал, да нафига мне ваша бабуся, я лучше останусь дома. Вот такой вариант ответа прозвучал и зрителей это не удовлетворило. Они стали спрашивать, они поругались? Потом стали настаивать, поругались. Что-то там не все тихо, гладко и спокойно. Диана постоянно одна. Мне зрители тоже об этом писали. Я заходила, смотрела ее кое-какие ролики. Действительно, она сидит одна. Даже никакого намека нет на то, что Леша присутствует в доме. И потом, спустя какое-то время, может быть даже на следующий день, мне зрительница какая-то написала, послушайте вот ее в последнем влоге. На восьмом минуте она сидит перед зеркалом, что-то снимает, а в кухне кто-то стучит ложкой. То есть, он дома, но не показывается у нее видео. Видимо, действительно поругались. Иначе, чем можно было бы объяснить еще вот такое отсутствие? Он, конечно, и раньше как-то особо не мелькал, Диана, поэтому и сказала, я буду переименовать канал, потому что раньше мы вдвоем его ввели, а теперь это будет лично мой канал. Поэтому Диана Леша влог я убираю и возвращаюсь к своему прежнему названию, тому, которое у нее сейчас на данный момент и есть. На конкурс ее повез отец. Обычно же везде и всюду ее возил муж, а теперь папа. Всякое может, конечно, быть. Поругались, не хотят выносить ссоры из избы, и это, конечно, правильно. Зачем? Зачем нам знать, что у них там конкретно произошло? И так понятно, что что-то не то. И вот по последним высказываниям Дианы, которые звучали то в одном видео, то в другом. Вот эти ее человек-чебурек, потому что он такой противный. Человек-планктон, какой ты сложный. Какой ты тяжелый. Плюс еще мы видели, как он ей высказывал за покупку еды и за покупку масок. Стало понятно, что он еще и жемотяра еще та, которых поискать-поискать. И то, знаете, с трудом можно будет найти. Версии выдвигать, честно говоря, мне никакие не хочется. Не нравится он мне. И судя по комментариям зрителей моих, он им тоже не нравится. Многое, конечно, о них пишут. Диана, кстати, тоже не нравится. Может быть, кроме Дианы, Леша вообще никому не нравится. Явно, что у него отношения плохие и у тещи с тестем. Потому что Ира как-то так о нем высказывается. Вроде бы как бы она хвалит, да. Но если где-то что-то промелькнет, видно, что и место он ей тогда на этом празднике не уступил. Прям вцепился в этот стул. Нет, не уступлю. Не уступлю. Ну и все. Мы решили с женой сесть здесь. Нравится, не нравится вам, дорогая теща. А даже несмотря на то, что я в вашем доме, прогибаться тут под вас, он это воспринимает именно так. Я не собираюсь. Скорее всего, там учат жить и учат жить неплохо. Именно со стороны Иры это все идет. И ему это не нравится, что суют свой длинный нос и воспитывают, хотя уже, как он считает, взрослые и имеют право на свое житье-бытье. Ну что ж, конечно же, имеют право. Но тогда надо каким-то образом договариваться. А договариваться, судя по всему, там никто не хочет. Нашла коса на камень, что говорится. Едем дальше. Севка говорит, сварил я холодец. Иначе чем можно было бы объяснить еще вот такое отсутствие? Он, конечно, и раньше как-то особо не мелькал, Диана. Поэтому и сказала, я буду переименовывать канал, потому что раньше мы вдвоем его ввели, а теперь это будет лично мой канал. Поэтому Диана Леша Влог я убираю и возвращаюсь к своему прежнему названию. Тому, которое у нее сейчас на данный момент и есть. На конкурс ее повез отец. Обычно же везде и всюду ее возил муж. А теперь папа. Всякое может, конечно, быть. Поругались, не хотят выносить ссоры из избы. И это, конечно, правильно. Зачем? Зачем нам знать, что у них там конкретно произошло? И так понятно, что что-то не то. И вот по последним высказываниям Дианы, которые звучали то в одном видео, то в другом. Вот эти ее человек чебурек, потому что он такой противный, человек планктон, какой ты сложный, какой ты тяжелый. Плюс еще мы видели, как он ей высказывал за покупку еды и за покупку масок. Стало понятно, что он еще и жемотяра еще та, которых поискать-поискать. И то, знаете, с трудом можно будет найти. Версии выдвигать, честно говоря, мне никакие не хочется. Не нравится он мне. И судя по комментариям зрителей моих, он им тоже не нравится. Многое, конечно, о них пишут. Диана, кстати, тоже не нравится. Может быть, кроме Дианы, Леша вообще никому не нравится. Явно, что у него отношения плохие и у тещи с тестем. Потому что Ира как-то так о нем высказывается. Вроде бы, как бы она хвалит, да. Но если где-то что-то промелькнет, видно, что... И место он ей тогда на этом празднике не уступил. Прям вцепился в этот стул. Нет, не уступлю, не уступлю. И все. Мы решили с женой сесть здесь. Нравится, не нравится вам, дорогая теща? А даже несмотря на то, что я в вашем доме, прогибаться тут под вас, он это воспринимает именно так. Я не собираюсь. Скорее всего, там учат жить и учат жить неплохо. Именно со стороны Иры это все идет. И ему это не нравится, что суют свой длинный нос. И воспитывают. Хотя уже, как он считает, взрослые. Рослые и имеют право на свое житье-бытье. Ну что ж, конечно же, имеют право. Но тогда надо каким-то образом договариваться. А договариваться, судя по всему, там никто не хочет. Нашла коса на камень, что говорится. Едем дальше. Севка говорит, сварил я холодец. Зрительница посоветовала его сварить. Он говорит, чем вы смотрите? Вот буквально час назад вышло видео. Я его приготовил. Не лезьте ко мне со своими советами. Я сам прекрасно знаю, что мне делать. Ну вот только он получился сухой. Так супер. Или не совсем получился какой-то сухой. Надя передавать ТВ-шка, естественно, его не хочет. У нее есть что кушать. Ну да, курицу от Нади взять это можно. А передать что-то Нади это уже, извините, подвиньтесь. А разве только по этой причине угощают, раз человек голоден? Ну то есть накормить только, когда голодный, да? А Надя вытащила мясо и передала. Почему? Потому что ТВ-шка там сидит и зубы уже на полку положила. Не знает, чем ей питаться. Разве по этой причине? Нет ведь? Что ожидать от ТВ-шки? Она и так считает, что она слишком много сделала для Нади. Она приготовила ей, опять же таки, холодец, когда Нади только-только приехала. И притащила ей творог, который потом же благополучно и утащила. А потом его снова передала. Ну понятно. В подкорке сидит у человека, что надо забирать и брать, и брать, и брать. Она привыкла брать от Нади, но никак не давать. Как это она холодец еще не уперла назад. Просто загадка. Сахар. Сахар у нее высокий. Баба Таня говорит, это у меня от боли. А Севка говорит, а я обезболивающие все отменил. Он еще это так преподносит, эту информацию, как будто он хвастает этим. Мама говорит, всего два раза выпила. Называл он два препарата. Я их, не знаю, не запомнила, никогда не применяла. Поэтому записывать я как-то вообще поленилась. Ну и понятно, наверное, всем, что это за обезболивающие. Да и не суть важно. Может быть, даже и нельзя произносить лекарство. Кто знает, как YouTube это воспримет. Короче, не важно. А он говорит, она выпила всего два каких-то там, то ли пакетик, то ли таблеточки после возвращения домой. И на этом все. Зачем пить лишнее, если она может эту боль терпеть? Сам себе режиссер. Он решил, будешь кушать два раза в день. И она ест два раза в день. Теперь он говорит, будешь есть три раза в день? Она, хоп, договорились, три раза в день. Как овца бессловесная. Вот что скажет, она то и делает. Он ей говорит, белок есть не будешь. Все, ограничиваем. Вот легкие овощные супчики, обезжиренный творожок, какую-то сметанку. Ну, что-то, знаете, налегкие. Яйца есть не будешь, мясо есть не будешь. Ну, когда-никогда рыбку. И на этом болды. И она такая, ну, ладно, что ж теперь поделаешь. Хорошо. Теперь наоборот. Ешь жирное. Ешь мясное. И сметану бери самую-самую жирную. Надя ей привозит и творог необезжиренный. И сметану. В общем, ешь и сливочное масло. Раньше его категорически было запрещено. Орал, как сумасшедший. Ты ша не знаешь? Ты масло держишь. Она говорит, да я по чуть-чуть. Да я вот иногда от случая к случаю. Тебя нельзя. Ты шо тупа? Ты шо не понимаешь? И орал, как скаженный. Как скаженный. Теперь ешь. Ешь, и чем жирнее, и чем больше ты этого будешь съедать, тем лучше. Она уже говорит, я не могу это есть. Даже собакам, говорит, эту рульку жирную такую не отдают. А ты меня ею кормишь. Попробуй пойми. У него семь пьяниц на неделю. Сегодня он одно говорит. Завтра он говорит другое. А она то и только и знает. Слушать, слушать и слушать. Ира уехала. Ну шо, мама? Торговлю возвращаем назад. Тащи сумку. Будем продавать. Как она ее потащит, эту сумку? Она на костылях. Она себя тащить не может. Она будет тащить сумку, чтобы, не дай бог, как-то сумка стукнула по костылю. И поехал костыль. И она рухнула. Сгонял сам на белую простынь. Белейшая у нее простыночка. Простелена на кровати в кои-то веки. И он полег туда, эту грязную сумку. Ведь она стояла на грязном полу. Вначале Ира вынесла эти сумки на балкон. Что у них там пол? Стерильный? Нет. На носки смотришь, они все грязнее и грязнее и грязнее. Уже натоптали, уже затоптали. Уже все. Все Ирины труды, которые она вкладывала, уже пошли на смарку. Поковырялись сумки. Ну что, мама, будем продавать? Ну вот на вот этих вот несколько котиков она вытащила. Берите, берите котиков от мамы на счастье, на удачу. Знаете, может не надо, как-нибудь обойдемся. Но кто-то рискнул. ТВ-шка просит. Возьмите. Так много нужно покупать в аптеке. А лекарства все такое дорогое. А я после операции и голос такой жалостливый, жалостливый. Помогите, люди добрые. Сами мы не местные, от поезда отстали. Кушать нечего, деньги украли. Помогите, кто чем может. Вот так и это. В гардеробной возьмите. В гардеробной. Там у вас сумочка такая серенькая. И рассказала, какая сумка хорошая. Мама, почему ты ее не носишь никуда? Почему она у тебя лежит вот под деньги и под золото? А вот так, там без 100 грамм не разберешься, что у них в голове и по какой причине они вот решили именно вот так сделать. Хорошую сумку пустить именно как сейф. На операцию не тратила. На лекарства хотя бы возьмите оттуда. Хватит прибедняться. Хвалились, говорили. На две операции такие есть. Деньги не нужны мне. Деньги у меня есть отложенные. Так что... А теперь? Вот и возьмите там. Не надо вот такие вот глаза делать, как у кота из Шрека. Кто смотрел мультик такой прям просящий, припросящий. Севка рассказал, что ездили во Львов делать канадскую визу. Просто так. Просто так. Когда откроют границы, возможно, поедем. Почему именно Канада? Почему именно туда? Почему именно сейчас? Почему он не делал визу 5 лет назад? Почему он не делал визу буквально 2 года назад? Она была ему не нужна. А тут поехали всем скопом. И коли она вдруг понадобилась. Конечно, если севка соберется, там без Коли, конечно, не обойдется. Он что, дурной что ли? Оставить севку и разрешить ему там разъезжать.